МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Еще хуже, чем прошлой осенью, новая волна коронавируса в Алтайском крае. Чем мы можем помочь здравоохранению и прежде всего себе? В регионе организуют конкурс среди молодых врачей, что будут оценивать и чем мотивировать. Выходные на хоккее, как прошли первые домашние матчи Динамо-Алтай. Один из первых классов 137-й барнаульской школы закрыли на карантин. У одного из учеников подозревают гепатит А. Это инфекционное заболевание, которое передается контактно-бытовым путем. Причем, по словам родителей, уроки у детей не отменяют, но, к примеру, в столовую класс ходит отдельно от других. Некоторых одноклассников школьника уже отправились давать анализы в поликлинику. В Роспотребнадзоре сегодня факт заболевания подтвердили, но какого типа гепатит пока неизвестно. Это станет понятно после проведения исследований анализов ребенка. В случае заболевания было зарегистрировано в выходные дни, то есть экстренное извещение поступило в выходные дни. Мероприятия пока там проводятся. И если это будет гепатит А, то мероприятия противоэпидемические, они отличаются, конечно, от респираторных инфекций, от новой коронавирусной инфекции. По объему мероприятий, по виду мероприятий, в этом случае весь класс не уйдет ни на дистант, ни на изоляцию и так далее. Накануне на трассе Барнаул-Новосибирск сбили фельдшера, которая работала на месте ДТП. Трагедия произошла недалеко от станции Озерки, где столкнулись грузовые автомобили Хонда ЦРВ. Фельдшер, которой было 66 лет, приехала на место в составе скорой помощи. В тот момент, когда женщина направилась к разбитой Хонде, ее сбила пролетавшая по трассе машина. Фельдшер скончалась на месте. В подробностях ДТП разбираются правоохранительные органы. Среди жителей Алтайского края, которые прошли вакцинацию, около 2% все-таки заразились коронавирусом. Об этом сообщает Минздрав. В основном все пациенты перенесли ковид в легкой форме либо средней степени тяжести. К сожалению, есть и единичные случаи со смертельным исходом. Однако на данный момент, по словам ученых и медиков, только вакцина способна остановить новый вирус и стремительную летальность от него. Что сейчас происходит с ковидом в регионе, в регионе, который не успел до осени провакцинироваться и создать коллективный иммунитет, смотрите в нашем сюжете. Нынешний подъем, осенний новый подъем заболеваемости, новая коронавирусная инфекция, он был прогнозируемый. Но вот в сравнении с предыдущим годом он идет более интенсивный. Казалось бы, куда еще хуже, если вспомнить сценарий прошлого года. Осень 2020-го тоже началась со вспышки коронавируса. С середины сентября и до конца октября примерно 6 недель COVID-19 испытывал систему здравоохранения на прочность. Сегодня в Роспотребнадзоре отмечают, помимо коронавируса, рост риновирусов и парагриппов, которые в миксе осложняют течение болезни. Мы вынуждены теперь обратно разворачивать ковидные госпитали. Сегодня более 4 тысяч коек уже развернуты. Хотелось бы отметить особенности третьей волны и, видимо, четвертой волны – это доля тяжелых и крайне тяжелых пациентов достаточно высокая. Увы, за этим тянутся и показатели летальности. Смертность она выше, нежели чем в осенью прошлого года. За сутки скорая помощь в Барнауле принимает по 1200 вызовов, в крае по 1500, пока скорая вывозит. Во многом и потому, что медики, являясь в первую очередь людьми, а не роботами, сами стали болеть меньше. Среди них мощная иммунная прослойка благодаря вакцинации, чего не скажешь в целом по краю. На сегодняшний день привилось 650 тысяч жителей региона. Это порядка 55% населения. И эти цифры не способны остановить инфекцию. Дмитрий Попов подчеркнул, среди 85 субъектов мы находимся на 50-м месте по темпам вакцинации. Мы не достигли пороговых значений в популяционных, которые бы позволили нам снизить заболеваемость. Пороговый низкий самый, пределы 60%, а мы его сегодня даже не достигли. Вообще задача стоит нам в 80% у населения иметь иммунитет от коронавирусной инфекции. Виноват ли в этом кто-то? Хороший и сложный вопрос. Потому что вакцинация – это зона ответственности каждого отдельного человека. И повесить эту ответственность на Минздрав было бы не очень справедливо. Если рост заболеваемости коронавирусом будет держаться на таких же высоких показателях, в регионе будут вынуждены вновь приостановить плановую медицинскую помощь. Этот и другие вопросы, касаемые инфекции и ковидных ограничений, в ближайшее время обсудят на заседании оперативного штаба. В Алтайском крае впервые проводят конкурс «Лучший молодой врач» с весомым призовым фондом – более 1 миллиона рублей. Анализировать работу медиков, чей опыт не превышает 10 лет, будут по нескольким критериям. Анастасия Наборщикова познакомилась с теми, кто не стесняется назвать себя лучшим молодым врачом. Наталью ждет вертолет. Сергея – целое отделение больных. А Александра – операция по удалению желчного пузыря. Каждый работает в краевой клинической больнице и борется за звание лучшего молодого врача. Атропин, димедрол и анальгин. Эти растворы Сергея использует для местного наркоза. Сегодня он анестезиолог-реаниматолог. Заведует отделением. За плечами 5 лет работы. Уверен, ему есть что рассказать. Я вот когда писал, например, отчет, понял свою жизненный путь, какой он, оказывается, не такой уж и плохой был, каким я его считал. Моя задача – организовать работу. То есть в операционный день организовать, всех направить, со всеми договориться, дать наставление палатным врачам по поводу лечения. Конкурс «Лучай молодой врач» в Алтайском крае проводят впервые. С одной стороны, чтобы поддержать врачей с небольшим опытом. С другой – мотивировать их заниматься наукой. Наталья готовится к вылету в Славгород, к новым пациентам. Скорая помощь не в силах привезти их в краевую столицу. Оба больны коронавирусом в тяжелой форме. Необходима санавиация. Выезжала в Краснощоково. Вот Наталья Борисовна. Забирала больного с инфарктом мегакарда. Тяжелый больной. Вот Краснощоково, 330 километров. Доехал туда, едет назад. В это время между Поспельхой и Шипунова машина валяется. Перевернулась. Стоят гаишники, стоят пожарные. Скорой помощи нет. Останавливает машину, выходит, начинает оказывать помощь. О своих учениках наставники рассказывают охотно. Как и Евгений Сафонов о молодом хирурге. Специалисты разрываются между городом и селом. Будучи из Тольменки, Александр не в силах бросить своих пациентов, односельчан. Это пациент с моего района, он с Тольменской ЦРБ. То есть я его помню и как там. Я его, кстати, в Тольменке, действительно, я его оперировал. Самый первый раз я с острым панкреатитом. Он меня прекрасно помнит. Буквально в сентябре, в начале сентября я был в Тольменке. И он снова поступил ко мне. Я его, получается, в Тольменке принял, направил сюда. Приехал сюда с командировки и начал заниматься им здесь. Дипломы лауреатов, научные работы, а также эссе и отзывы пациентов. Это лишь малая часть критериев, по которым сравнят конкурсантов. Участвуют в конкурсе терапевты, гинекологи, педиатры и другие специалисты. Пока подано только четыре заявки. Но до 8 октября время еще есть. А в конечном счете медики поборются не только за статус. Общий призовой фонд конкурса – более одного миллиона рублей. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком. Около 70 работников прокуратуры Алтайского края с началом Великой Отечественной войны ушли на фронт. Они передавали свои дела и добровольно уходили сражаться за Родину. Сегодня в Барнауле торжественно открыли памятник погибшим сотрудникам прокуратуры края. Подробнее у Софии Яценко. Честность, дисциплинированность, принципиальность, высокий профессионализм. Те самые качества, которые присущи сотрудникам прокуратуры. Во время Великой Отечественной они уходили на фронт, чтобы сражаться за свободу и независимость. Многие из них не вернулись, но память о них жива и по сей день. События той Великой войны, того страшного испытания, которое выпало на плечи нашего народа, уходят в историю. Но память необходимо сохранять. Мы все это прекрасно понимаем всеми возможными способами. И работники прокуратуры были в числе этих добровольцев, были в числе тех, кто и ушел на фронт, не вернулся. В память о погибших в одном из центральных мест города на Горном парке открыли Стеллу. События приурочили к 300-летию российской прокуратуры, которая будет праздноваться уже в январе следующего года. Место выбрали не случайно. Здесь находится немало захоронений заслуженных жителей края, которые внесли огромный вклад в его развитие. Это наши сотрудники, которые принимали непосредственное участие в годы Великой Отечественной войны. Сражались с захватчиками. В том числе этот камень символизирует победу нашего русского народа над фашистским захватчиком. Для нас это очень важно. Мы помним и чтим каждого нашего ветерана. К новому мемориалу возложили свежие цветы, а возле него городские власти высадили аллею в память ветеранов, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше. София Яценко, Александр Андропов. День с толком. В предгорьях Салаирского кряжа начнут восстанавливать лес. На эти цели направят 120 миллионов рублей в рамках национального проекта «Экология». Правда, из федерального бюджета финансируется лишь 40% от потребности. Ведь на восстановление леса 120 миллионов требуется ежегодно. Но результаты в любом случае будут. За три года реализации проекта «Экология» площадь восстановления лесов превысит 20 тысяч гектаров. В конце 20 века пожарами была уничтожена большая часть южных ленточных боров. Без вмешательства человека теперь восстановить их было бы невозможно. Одно из садоводств под Барнаулом вымирает. Люди бросают свои домики из-за дороги. С некоторых пор проезд к участкам строго контролируется. Кем и для чего разбирается Анастасия Болотина. Ямы, глубокая колея, грязь и глина. Таков путь до садоводства речной причал под Барнаулом. Каждый раз испытания для машины. Альтернативный путь есть. Длиной в 10 километров. Раньше люди спокойно ездили по основной дороге по пропускам. Дело в том, что она пролегает по территории речного водозабора. Но в 2020-м проезд закрыли. Нам перекрыли полностью и проход, и проезд, объясняя тем, что боремся с терроризмом. В администрации центрального района нам сказали, вы, пожалуйста, не шумите. Вот, пожалуйста, только не надо выходить на пикетки, на митинги, не перекрывайте там дороги. И как-нибудь мы вам что-нибудь придумаем, что-нибудь как-нибудь поможем, может быть. Но не помогли. Среди владельцев 24 участков были те, кто жил здесь круглый год. Многие побросали свои домики. Кто в эту колею попадает, он потом скребет, пузом, мостами цепляет, как бы это, газу до отказу, цепи одевает и попер. Водоканал уверяет, пропускает экстренные службы, скорую и пожарных. Но горький опыт Сони Терехова говорит об обратном. В прошлом году ее бабушку не успели спасти. Пенсионерке стало плохо в 5 утра. Внучка вызвала врачей и примчалась с садоводства. Но охрана на въезде сначала не пускала ее, а потом и скорую. Я не успела. Бабушка умерла буквально за минуту до моего приезда. Когда скорую пропустили к нам на территорию дома, спасать уже было некого. Многие владельцы участков заслужены ветераны труда и даже войны. И для некоторых садоводство было домом. Чтобы сходить в магазинчик, пообщаться с людьми, я должен вот здесь спуститься метров на 5 вниз и потом, ну, 100 метров, будем говорить, вверх. Подняться вверх. Но мне, допустим, 75 лет тренировка хорошая. А вот когда поднимешься, то язык-то как-то немножко вываливается. Летом до магазина час 15. Зимой два часа. Через речку по воде или, как говорят жильцы, вплавь по снегу. Это, конечно, все выглядит достаточно забавно, если мы не будем вспоминать то, что под нашими ногами вода. В 20-м году садоводам обещали продлить возможность проезда по территории водозабора по специальным пропускам. До тех пор, пока не сделают альтернативную. А за этим водоканали советуют обращаться в органы местного самоуправления. Оставшиеся владельцы участков намерены и дальше добиваться своего. Сколько времени это займет, к сожалению, никто сказать не берется. Анастасия Болотина, Алексей Фризин. День с толком. И к новостям спорта. Несколько тысяч барнаульцев провели эти выходные в Титов-арене. В первенстве высшей хоккейной лиги «Динамо» принимала на своем льду команду из набережных Чулнов. Этот матч, первый домашний с начала сезона, ждали многие болельщики. Пропустить игру не могли и мы, Дмитрий Дроздов расскажет. Можно ручкой помахать. Ну что, друзья, как мы видим, вновь стены Титов-арены наполняются болельщиками хоккейного клуба «Динамо Алтай». Прямо сейчас наша команда будет играть в свой первый домашний матч сезона. И, как мы видим, атмосфера просто невероятная. Перед началом игры для болельщиков сделана специальная развлекательная программа. Но все же главное блюдо этого вечера – сам хоккей. Сезон для барнаульцев начался гостевыми матчами в Красноярске против местных рысей. И если первые два матча хозяева выгрызали победу, то в третьем и четвертом поединке «Динамо» более чем уверенно брали свои очки. Как итог – две победы и два поражения. Посмотреть на свою родную команду собралось более двух тысяч зрителей. Не будем забывать про ограничения посадочных мест на 50%. На первой игре сезона болельщики ждали победу, однако довольно быстро поняли, что простой игра не будет. Будто не собранные наши хоккейцы пытались забросить шайбу и пропускали свои ворота. Наши разогнались ближе к концу игры, но времени уже не хватило. Итог – 3-4. Болельщики игрой команды были недовольны, впрочем, как и наставник хозяев. Категорически недоволен уровнем игры, которую показали в первой игре. Наверное, вышли менее концентрированные, чем соперник. Поэтому потерпели, я считаю, заслуженное поражение. Сделав работу над ошибкой, во втором матче болельщики увидели другую игру. Челнинцы пытались навязывать свой сценарий встречи, но барнаульцы были неудержимы. Уверенная победа 5-2 и счет в серии становится 1-1. Обе игры хорошие. По вчерашней игре перебороли волнение, наверное, стартовая вот это. И хорошо, удачно забили, здорово в обороне сыграли. Сегодня, наверное, при счете 2-2 до гола шла игра, скорее всего, я так думаю, вот так и получилось. В турнирной таблице дела обстоят следующим образом. После шести игр «Динамо Алтай» расположились на второй строчке с активом 8 очков. Отпустив вперед Чебоксар, у них 10 очков. Следующие два матча против челнинцев состоятся 5 и 6 октября на Читов-Арене в 19.00. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Дмитрий Денисов. День с толком.